Вопрос, конечно, очень простой. Надо просто учиться культуре общения. Это способность к командной работе. Поскольку один в поле не трактор, ландшафтный дизайнер, одиночка, чаще всего он не может выйти за прибыль за сезон 1,5 миллиона. Ему нужно подключать. Наш гуру и учитель Джон Брукс всегда говорил, обращайте внимание на ваши корни, ваша сила в России, в том числе это конструктивизм, это то, что общемировое достояние. Потому что я уже договорился на начало декабря с Антони Полом, своим другом, провести семинар однодневный на тему секрета успеха ландшафтного дизайнера. Хорошо, я уже записана. Тебе точно эксклюзивную информацию даю. Мы обязательно соберемся в Стамбуле. Во-первых, я думаю, что после форума из Сочи, прямой рез Стамбул, подрастает молодежь, такая как вы, Екатерина. Спасибо, Дмитрий. На самом деле, вот в этом году на «Зеленой стреле» я заметила огромное количество молодых лиц, новых, горят глаза, интерес. Это очень здорово. Вокруг себя взбить много-много пены, и вот я вот в этой пене такой весь красивый. Друзья, добрый день. Добрый день. Мы с вами находимся в Санкт-Петербурге. Я рада вас видеть на своем канале. И сегодня у нас будет очень интересное интервью с автором, идейным вдохновителем, с руководителем огромного ландшафтного сообщества «Зеленая стрела» Дмитрием Барановым. Пойдемте со мной. Дим, привет. Привет. Спасибо, что согласился поговорить. Я знаю, что ты очень занят, что ты сегодня ночью прилетел только в Питер, и сейчас мы с тобой встретились. У меня к тебе будет первый вопрос, я думаю, что он всех вас тоже интересует. «Зеленая стрела» – это самая большая конференция в России, которая объединяет огромное количество ландшафтников. Был такой план или получилось случайно? Знаешь, был запрос от ландшафтных дизайнеров, что нет такой конференции. Как раз начали об этом говорить еще в 2015 году, и в 2017 году, наконец, мы решились, мы волновались, получится ли, не получится. То есть пять лет назад? Ну, да, уже больше получается. Мы же в этом году седьмой форум проводим. То есть девять лет назад об этом уже шли разговоры, что нужна профессиональная конференция, которая бы объединяла всю отрасль. И дизайнеров, и питомниководов, и людей, которые занимаются садовыми центрами. И мы решили попробовать. У меня на самом деле был опыт. Дело в том, что в 2005 году мы проводили конференции по садоводству еще в Ленэкспо в рамках этой выставки по садовому дизайну знаменитой, которая была раньше в Петербурге. И ты проводил на этой выставке? Да, да, несколько раз я проводил конференции. А в 2010 году у меня друг Алексей Волков пригласил. Был такой проект, тоже назвали его ИЛФ, International Landscape Forum. Здесь в Питере? Да, в Питере. Здесь один девелопер построил Garden City. Это такой большой садовый центр и центр продажи там всего. И вот хотели как-то его продвигать и придумали вот этот проект. Я был руководителем проекта наемного. У меня уже, конечно, свой давно был бизнес, но попросили помочь. Мы всегда идем навстречу, когда хорошие идеи. То есть у нас вот этот форум первый проходил в 2010 году. Вот так что. А в 2017 году мы заявили, мы очень волновались, получится, не получится. Но интерес был огромный. Мы собрали в первый раз 300 человек. Мы собрали, это было в парк-отеле в Петербурге. Здесь, в Петербурге. Да, да, да. И очень удачно. Мы нашли свой формат, когда объединяется в отеле сразу и возможность проживания, и конференции, и одновременно семинаров. И обязательно завершается все таким праздничным голоужином. Ну, ты знаешь, наши голоужины. Это вот такое, можно сказать, отмечаем завершение сезона успешное. Поэтому я всем рекомендую, конечно, попадать на голоужин. Всегда какая-то идея. Ну, у вас всегда полные залы. И все, мне кажется, кто планирует, он всегда попадает. Друзья, спасибо, что вы со мной, что смотрите это видео. А пока я хочу вас пригласить на нашу образовательную платформу, где я вместе с моими коллегами, лучшими профессионалами своего дела, создаем различные программы. Начиная от ландшафтного скетчинга, где вы полностью с нуля можете освоить технику ландшафтного скетчинга и подавать свои ландшафтные идеи максимально живописно. Также есть курс по рабочей документации, который поможет вам подавать ваши ландшафтные чертежи профессионально, в срок и на максимально качественном уровне. Также хочу сказать, что мы встречаемся. У нас есть профессиональные наши бизнес-встречи. И недавно мы выпустили наш ландшафтный журнал Landscape Lifestyle. Вы можете найти его на нашей платформе и обязательно подписаться. Еще очень важный момент, который я хочу сказать для всех зрителей нашего YouTube-канала, что есть промокод на скидку, ищите в описании под этим видео. Я буду рада вам на наших программах. Дим, скажи, вот эти вот 300 человек, которые пришли на первую зеленую стрелу, это запланированная цифра, либо она превзошла ожидания? На самом деле мы запланировали, у нас был зал на 300 мест, и мы решили так, что вот на это будем темы и будем медитировать на это количество. Всегда, конечно, для того, чтобы собрать больше людей, то есть собрать какое-то определенное нужное количество, лучше ставить сразу планку выше для себя. То есть, если ты хочешь собрать 300, надо мечтать про 400-500. Ну, это такой прием, немножко завышение планки, чтобы было к чему стремиться. Ну, а потом тогда, знаешь, не сбывшиеся ожидания, наоборот, разочарования? А у меня нет такого, чтобы не сбывшиеся ожидания. Я просто верю в предназначение, верю в нашу миссию и понимаю, что если вот какое-то мероприятие, например, запланировано, а потом оно переносится по каким-то форс-мажорным обстоятельствам или просто не собирается. Может быть, еще не пришло время. В это время появляется другое что-то и как бы замещается. Вот, например, у нас было запланировано на конец апреля, начало мая мероприятие во Владивостоке. Вот в этом году? В этом году. Я вчера узнал, что наши коллеги, которые хотят это мероприятие провести, а это открытие садового центра большого, это цикл семинаров по проектированию, они сказали, мы не готовы, давайте это перенесем на сентябрь. И в то же время, буквально пару дней назад, к нам обратились коллеги из Ташкента с просьбой провести садовый фестиваль. В это же время? Ну, фактически в это же время, в начале мая. Я думаю, ну хорошо, значит, нужнее мы в Ташкенте, чем в Владивостоке сейчас, именно вот в конце апреля. Вот это нормально, то есть я верю, что есть судьба, вот там, где мы нужны, там мы и попадаем. Очень классно. А скажи, вот тематика мероприятий «Зеленой стрелы», это она глобальная, да, раскрыть разные темы, ответить на разные вопросы? Либо вот когда была первая «Зеленая стрела», у Вас все-таки была какая-то одна тематика? Знаешь, я пытаюсь, во-первых, уловить тренды, каждый раз какие-то новые, вот, и смиксовать программу таким образом, чтобы она была по тематическим блокам расписана. Например, вот в 2018 году мы взяли плотно очень тему «Зеленые крыши» и натуралистические посадки. В Сочи, по-моему. В Сочи, да. Ты как раз была тогда. Нет, я была первый раз в Питере. Мы познакомились с тобой в Англии в мае. А, в 2019. В 2019 году. И в 2019 году я первый раз была у тебя в Питере на «Зеленой стреле». А, ну вот, как раз в 2018 году, если говорить, то мы пригласили тогда впервые в Россию Джеймса Хичмоу, мы пригласили Марка Гранина с крышами, вот, с «Зелеными стенами». То есть, вообще, много было специалистов наших, российских, которые именно с натуралистическими посадками работают. То есть, прям целый день посвящен на этой тематике. И вот каждый раз подбираем. Мне очень понравился 2020 год, онлайн-форум, на котором было 3 или 3,5 даже тысячи участников. Мне он тоже очень понравился. Мы подняли там такие темы глобальные вообще. То есть, это реконструкция деревень. Это вот развитие через вот эти конные вот эти дела, значит, пространства. Потом революционизация промышленных территорий тоже. То есть, такие глобальные тренды, которые вообще мировые, но к нам они еще в меньшей степени пришли. Приходят потихоньку. Приходят. Вот это все вот... То есть, часто мы, конечно, опережаем время. И если на какой-то проект, допустим, у нас, ну, не так много людей собирается, мы понимаем, ну, чуть-чуть мы вперед заглянули. Значит, надо подождать. Ну, потом смотришь через год, через два, через три, мы снова эту тему заявляем, и у нас там сотни участников на этих вещах. Ну, больше заинтересованных. То есть, уже популяризация пошла, и, соответственно, больше отклика. Какая «Зеленая стрела» будет в этом году? Прежде всего, могу пока сказать, что это будет очень красивое мероприятие. В этом году мы делаем опять в Сочи. В моем родном Сочи. Да. Людям нравится Сочи. Вот как раз, вспоминая 2018 год, почему-то все говорят, самый такой яркий форум для большинства участников, которые через год, каждый год приезжают к нам. Почему-то вот Сочи больше всего впечатлило. Хотя вот и в Ялте было в позапрошлом году отлично. Да, да, я знаю. И Петербург, но зимний театр. Мы берем зимний театр. Обалдеть. Я давно мечтал. Это немножко сложновато было решить этот вопрос. Я представляю. Но мы его берем, и там, конечно, будет красиво. А темы, которые мы поднимем, я пока только... Эксклюзивный материал. Эксклюзивный. Еще никто нигде об этом не слышал. Мы пока тоже не будем очень подробно об этом говорить. Пока нащупываем. Нащупываем темы. Я бы сказал так, что мы, как всегда, одну часть посвятим общественным территориям. И опять это будут новые подходы в проектировании и в ревитализации. И что касается практики, там будет очень много практики в этот раз. Но будет еще одна фишка. Ты имеешь в виду воркшопы, какие-то семинары, небольшие группы. Да, но еще будет одна тема. Мы просто пока еще не подготовились, чтобы об этом громко заявить. Хорошо. Но я попозже... Вот что-то будет интересное. Я попозже расскажу. Были что-то масштабное. Круто. Ну, Сочи в принципе, а зимний театр – это уже такая заявка серьезная. Это будет большой праздник для всех ландшафтных дизайнеров и всех, кто в этот раз посвящен. В принципе, в конце ноября попасть в Сочи – это в такую приятную, комфортную осень. Да, это получается, даты уже четко известны. Это 29-30 ноября. Это основные вот эти два дня ключевых. Ну, это прекрасная будет погода. Как раз еще не очень холодно. Дождей не должно быть много. Здорово. Да. Скажи, Дим, когда ты формируешь мероприятие «Зеленая стрела», ты понимаешь, что будет тогда конференция, ты начинаешь уже привлекать спикеров. По каким критериям ты их выбираешь? Для меня всегда было ценным те специалисты, которые пишут свои книги. И вот мы… Мы сидим, видите, сейчас вокруг огромного количества книг. Они здесь, они там, везде в коридоре, здесь все в книгах. Да, надо будет мне с председателем ЖСК местного уже договорился, в принципе, о складировании, чтобы не забивать себе кабинет. Отдельно снимать место для склада где-то. Да, тут есть место, можно будет договориться недорого. Вот. Конечно, авторы книг, потому что первых, кому приглашали, вот из зарубежных авторов, это были Джон Брукс, это была Розмария Александр, те книги, которые мы знаем и любим. И сейчас тоже… А ты меня с Розмарией познакомил. Было такое, слава богу. Она нас ждет, она всем нашим российским друзьям передает сейчас привет, пишет, что всех любят. А никак нельзя в этом году организовать? Все можно, все можно. Но есть технические моменты, которые, например, связанные с перелетом, да? Ну, просто он длиннее. Да, длиннее перелет. Ты же вернулся только что из Стамбула. Да. Ну, вот я считаю, что… Вот я не знаю в этом году, поеду начался или нет, я не вижу проблем с визами на самом деле. То есть можно сесть, поехать, полететь. Но чисто по затратам, конечно, получается немножко дороже, чем обычно. Я не думаю, что именно в этом году мы будем собираться в Лондоне. Как обычно. Каждый год мы, конечно, собираем группы. Начался. В этом году вряд ли мы уже успеем, уже мало времени осталось. Но мы в этом году, опять же, это точно тебе эксклюзивную информацию даю. Мы обязательно соберемся в Стамбуле. Во-первых, я думаю, что после форума из Сочи прямой рез в Стамбул. Да, сейчас такой есть. И там с иностранцами можно будет уже доработать, так сказать. Потому что я уже договорился на начало декабря с Антони Полом, своим другом, провести семинар однодневный на тему «Секреты успеха ландшафтного дизайнера». Ну, как хорошо. Я уже записана, считаю. Вот. Еще, возможно, Эндрю Дафф подтянется. Он, правда, боится летать. В общем, я посмотрю, кого пригласить. Может быть, Розмари с удовольствием, я думаю, приедет. Ну, Розмари, мне кажется, она такая активная и очень готовая к любым приключениям. Это да. Мы мантюра, поэтому это у нас плохие. Это да. Вот. Соберемся в Стамбуле. А вообще у нас большое мероприятие намечается для тех, кто занимается закупками посадочного материала. Это и дизайнеры, и садовые центры, и питомники, которые доращивают, там пересаживают и так далее. Это будет в начале сентября. Дело в том, что в регионе Саккария, это недалеко от Стамбула, значит, там проходит с 6 по 8 или 9 сентября крупная выставка. По посадочному материалу или вообще бланшафтная? По посадочному в основном. Ну, там что-то еще дополнительно, конечно, там сопутствующие товары, но в основном питомники. В Шатрах, на берегу моря, такое красивое большое мероприятие, там порядка 60-100 экспонентов, и это крупнейшее мероприятие. Вот, поэтому, поскольку Стамбул сейчас является такой промежуточной точкой для перелетов, вот хочешь в Париж, хочешь в Лондон, летишь через Стамбул. Поэтому удобнее всего собраться именно в Стамбуле, и поэтому 4 сентября мы, я думаю, что вот сейчас я смотрел отель, скорее всего, это будет отель Мариот, там у нас будет такая конференция, где можно собраться именно тем, кто хочет встретиться с зарубежными партнерами. Всем приятно прилететь в Стамбул, наши из России, из Запада, соответственно, тоже собираемся там в центре Стамбула, в азиатской части, там логистически проще передвигаться. Целый день мы посвятим вот этому общению и налаживанию этой новой логистики, а потом отправляемся в Сакарию, смотрим один показательный питомник, Арифье, мы давно его знаем и любим, посмотрим поля, посмотрим производство, и потом два дня на этой выставке, и уже вернувшись в Стамбул, я обещаю тем, кто пойдет со мной, показать самые вкусные места, где можно поесть свежей рыбки, свежей шаурмы, где можно купить свежий кофе, я вчера вгружал, сегодня ночью, купил 3 килограмма свежепомолотого, моего любимого Мехмета Фензи кофе, и на всю квартиру запах, потому что это свежий помол. Я научу, где можно съесть самую вкусную рыбную шаверму из Кумбрии. Вы узнаете, что такое сутлач, это такой сладкий рисовый ванильный пудинг, узнаете такое турецкое блюдо кёнифе, это тоже очень такие вкусные. Для ландшафтников о еде очень вкусно. Ну, понятно, мы хотим показать еще культуру, в том числе мы показываем через кулинарию, кулинария это тоже часть жизни, это тоже часть ландшафта, мы же в садах что делаем? Кушаем. Хотя для ландшафтников в большей степени, я рассчитываю, вот это вот начало декабря, мы обязательно сделаем экскурсии по объектам современным в Стамбуле. Там очень интересное озеленение торговых центров. Офисных зданий. Офисных зданий. Вот это вот очень мне нравится, как они работают именно по общественным территориям, таким коммерческим. Вот прямо ради этого мы будем сейчас договариваться с ассоциацией ландшафтных дизайнеров турецкой, и по Стамбулу обязательно будет тур такой, один-два дня, надо посмотреть. Ну, а сейчас ты вернулся с поездки, была групповая поездка в Стамбул? Да, да, у нас была поездка по питомникам, мы в этом, в этот раз мы посещали регион Измира. Измир – это логово питомников, причем, чем они интересны для нашего российского ландшафтника, там много питомников в горной местности, поэтому мы тоже там были в снегах, вот. Там климат в горах, естественно, идентичный с нашим обычным, поэтому там по хвойным растениям очень интересно. Опять же, где-то кассеты, где-то по девятке, где-то крупномеры. И, ну, перспективы есть, то есть и для средней полосы. Ну, для Краснодарского края, для Крыма это просто вообще, там у нас кто из Крыма приезжает, там девочки были с Северного Кипра, были тоже коллеги в прошлый раз, они бегали вокруг этих крупномеров. Единственная проблема, что, вот, например, оливу крупномера не вывезти из Турции, они считаются как национальное достояние. Да, да, но для этого есть Испания, и просто-напросто логистически идет так, что из Испании приходят в Казахстан, например, в Белоруссию, и дальше уже. То есть эти вопросы тоже мы будем решать на конференции 4 сентября в Стамбуле. В Стамбуле, которая будет. Ну, то есть мы уже чуть-чуть приоткрыли завесу, что будет в «Зеленой стреле» в Сочи и в конце ноября. 29, да? 29, 30 ноября – это Сочи, это форум. Форум уже у нас седьмой в этом году, получается, седьмой. Вот, оттуда мы перебираемся в Стамбул с иностранными друзьями встречаться и на экскурсии по озеленению Стамбула. А начало сентября – это уже посадочный материал, это закупка растений. Опять же, это не значит, что мы только Стамбулом увлечены. У нас в этом году и Монголия будет путешествие. Монголия во второй половине августа. Там мы будем изучать природу. Ландшафты – это барханы, это каньоны, это бесконечные стада домашних животных. Там просторы-просторы, да. Это другая вот эта вот колористика, которой на самом деле набираешься, чтобы вдохновиться и работать уже в дизайне. Конечно, на сноуность формироваешь, да. Потом у нас будет в этом году Астрахань будет. Соединять будем ее, видимо, с Чечней, может быть, с Дагестаном. Там какие-то варианты сейчас прорабатываем. Традиционно мы, конечно, каждый год ездим на Псковщину, ездим в усадьбу Ореховна. У нас в этом году, в начале мая, Иссык-Куль, цветение тюльпанов. Кстати, группа как раз уже костяк набрался, так что вот можно еще присоединиться. Это начало мая. Да. Вообще, там планов громадье на самом деле. Дим, ну вот скажи, вот «Зеленая стрела» – это конференция, это поездки, что еще? Ну, начинали мы вообще в 2009 году с поездок по садам. И 11 лет назад мы придумали проект «Летняя садовая школа», ну или «Летняя ландшафтная школа», мы ее называем. Она всегда проходит в начале августа в Петербурге. Мы посещаем много разных садов разных типов. И общественные территории, и частные сады, ботанический сад. До сих пор. Да, да. И вот это вот каждый год проходит, это неделю такой вот интенсив, нон-стопом, с какими-то мастер-классами, сочетанием. Вот, в принципе, мы с этого начинали. Потом, конечно же, семинары. И онлайн, и оффлайн уже. Да, семинары мы начинали, естественно, с оффлайн-семинаров. Вот сейчас, в данный момент, в соседнем классе проходит семинар по обрезке плодового сада, ягодных кустарников. Вот сегодня у нас теория, потом мы выезжаем в конце апреля на практику. В усадьбу Марьино, в парк Монрипо, там интересные как раз заложены. Вот, кроме семинаров, соответственно, это конференция, форум, форум, да. И это книги. Кстати, о книгах. У нас же недавно вышла новая книга «Цветник в законе». Создать цветник по правилам композиции. Я хочу тебе ее подарить. Спасибо большое. Спасибо, Дим. Книга, по сути, как учебник. Если по ней все читают, не только читают, но и выполняют практически домашние задания. Да, колористик. То можно на самом деле получить очень полезную... Последний год я вижу, что ты очень активно занялся издательством. И тематические издания, и издания вместе с авторами. Ты видишь перспективу, потенциал в печатных изданиях? Вообще, я всегда мечтал издавать книги. Я работал в книжном бизнесе много лет, ну и получается, сейчас тоже продолжаю. У меня огромный опыт и книготорговой, и книгоиздательской деятельностью. Обычно то, что у нас было в опыте жизненном, оно потом как-то реализуется в реальности. И я, конечно, хотел издавать. В свое время, в 2006 году, я работал несколько лет в издательстве, издавал серию «Сады Северо-Запада». Как раз она больше ориентирована была на садоводов, но такая хорошая профессиональная серия. И после этого, в 2014 году, наверное, мы стали первые книги уже как «Зеленая стрела» издавать. По дренажам, по руководству ландшафтными работами. И эти книжки, они были как методички больше. Да, они до сих пор по дренажам книга. Это Криолин, да? Да, да. Они очень хорошо продавались, но такие вот бюджетные издания. Но захотелось делать что-то такое солидное, в твердом переплете, достойно поиграть с дизайном. Мне это очень нравится, работать с книжными обложками, с дизайном. Мы искали свои какие-то необычные дизайны. Я просмотрел все большие книжные магазины, зарубежные, в том числе интернет-магазины, чтобы найти что-то свое, выделиться из других книг, где там картинки какие-то садовые непонятные. Вот нашли свой этот дизайн, мне кажется, он узнаваемый «Зеленые стрелы». Да, планов по книгам много. Я знаю, что в этом году еще выходит «Альманах» российских ландшафтных дизайнеров. Да, мы готовим это издание «Альманах. Русские ландшафтные дизайнеры». И мы приглашаем всех ландшафтных дизайнеров в нем поучаствовать. Я решил сделать книгу в стиле советского конструктивизма. Да, я видела ревью обложки. И не только обложка, но и внутреннее содержание верстка. Потому что наш гуру и учитель Джон Брукс, он всегда говорил, обращайте внимание на ваши корни, вот ваша сила в России, в том числе, это конструктивизм. Это то, что общемировое достояние, и это надо использовать не только в графике, на самом деле, но и в садах. Много ли у нас, правда, садов в стиле русского авангарда есть? Ну, единичные. Единицы, да. Единичные. Есть с чем работать. Вообще, наши сады точно должны отличаться от других садов. Опять же, возвращаясь к Джону Бруксу, он говорил, когда я лечу над Европой, я вижу маленькие поля, ровненько нарезанные, разноцветные, аккуратненькие, красивые. Такие же у нас и сады коттеджного типа. Но русский сад, когда я пролетаю бесконечными просторами, а он работал и в Сибири, он пролетел над Россией не раз. И когда я вижу вот эти вот бесконечные поля, реки, леса, я понимаю, что русский сад, он совсем другой должен быть. И мы действительно по-прежнему находимся в поисках русского сада. И, наверное, сейчас мы должны еще и потому искать свой путь. Потому что у нас меняется ассортимент растений. Усложняется логистика получения этих красивых, шикарных немецких. Не совсем немецких, они покупают в Иране, потом это приходит в Турцию, потом это приходит уже в Германию. Или закупают там голый корень в Канаде, это идет контейнерами опять же, или в Италии. То есть это все потом доращивается. Но немцы нам дают идеальный этот уже посадочный материал. Сейчас его, во-первых, уже много выбрали. Да, и сложнее с доставкой, и дороже самое главное. У нас столько наших российских растений, которые можно использовать для озеленения. И эти растения, они как раз накладывают уже свой отпечаток на дизайн. Да, меняется структура, логика и вообще последовательность процесса дизайна. В том-то и дело. Вот, мы возвращаемся к книжкам, значит. Да. Когда начались все эти события, связанные с годичной давностью, я подумал, вот как раз пришло время издавать книги. Деньги, они могут обесцениться, а книга эта всегда остается в руках. Вот, и у нас уже лежали в итальянском портфеле эти шикарные книги Любови Бумбеевой по розам. Котолог сортов роз, садовая культура розы. Вот, мы сделали их. Потом как раз мне предложили партнеры британские. Кстати, у нас британская компания есть тоже своя. LMG & Gardens. По издательству. Она, там несколько направлений. Туризм, издательство. И, в принципе, ландшафт тоже. Ну, когда мы там в Лондоне будем делать сады? У нас хватает своей работы в России. Да, непаханное поле. Вот, и предложили вот издать книгу Джона Брукса, посмертное издание. Это большая честь. Да, да. Она, конечно, бестселлер наш, как и многие другие книги. Вот, и как-то дальше понеслось с этими книжками. Хочется больше российских авторов, поэтому мы сейчас готовим к печати книжку Александра Спиранской по ландшафтному рисунку. Тоже в этом же стиле будем оформлять. С нашими российскими авторами мы делаем еще с Ириной Сахаровой книгу «Декоративный огород», с Ириной Какуевой книгу по вертикальной планировке. Ну, и я думаю, что что-то из новых книг английских тоже будет скоро появляться. Сюда идут руки. У Розмари Александра новая книжка, она дописывает ее. Переведете? Дописывает, говорит, когда будет готово, я сразу сообщу. Это уже большая честь. Мы очень любим ее. Слава Богу, что мы успели застать. Знаешь, попалось мне на запрещенной сети, на букву «Ф» вчера воспоминание. И вот пять лет назад наши дизайнеры, которые у нас были спикерами, выступали мужчины. И вот так вот посмотришь, один ушел, второй ушел, третий ушел. Конечно, из тех больше, которые взрослые уже. Очень важно застать тех людей, которые действительно мастера. Вот нам удалось застать того же Джона Брукса. Мы очень этому счастливы. Пока жива Розмари, мы с тобой с ней пообщались. Обязательно надо вот эту преемственность развивать, передавать. Наши российские дизайнеры тоже кто-то уходит. Но радует то, что подрастает молодежь, такая, как вы, Екатерина. Спасибо, Дмитрий. На самом деле, вот в этом году на «Зеленой стреле» я заметила огромное количество молодых лиц, новых, горят глаза, интерес. Это очень здорово. Мы в этом году решили позволить себе пригласить студентов. Да, да, я видела, было очень классно, очень хорошее решение. Я думаю, мы и дальше будем это развивать. И мы постоянно ищем новые форматы, которые будут доступны для понимания для молодежи. То есть, например, вот антиконференция третья. Да, я знаю, скоро у тебя будет она в марте. Ты помнишь, как первая проходила в Сочи у нас с тобой? Это был хороший опыт. Еще никто не знал, какой будет отклик. Но, по-моему, это очень хороший формат. Было очень живенько. Мы проходили так по разной тематике, в микрогруппах, по четырем площадкам обучающим. На каждой что-то свое обследовали. Ваша была, наверное, самая такая популярная. Ну, она была очень интересна тем, что это что-то новое. И инструменты-то легкие, простые. И был такой неподдельный интерес. А что же там внутри, что же за этим стоит? Да, было здорово. В этом году мы в Петербурге будем делать. И у нас сначала три дня хакатон. Хакатон это... А хоть что за название такое хакатон? Вообще, это название пришло из сленга программистов. Это что-то вроде брейнсторм, мозговой штурм. Но от слов хакнуть и марафон. Точно. Хакнуть марафон. То есть марафон, на котором ты хакаешь какой-то проект, чтобы его раскрыть полностью, все его потенциальные возможности. И мы берем реальный проект, там частные резиденции, общественные территории, там в зависимости от той группы, куда. И уже работаем. И с ней работаем три дня, естественно, без рабочки. Но все, что можно за три дня, от концепции до генплана, мы проходим вместе в группе. И смысл, почему конференцию мы назвали the fifth element of landscape design, пятый элемент. Ну, возвращаясь к Аристотелю и алхимикам, считалось, что эфир – некая такая субстанция, пятая, помимо известных нам четырех стихий, которая все объединяет. А в нашем понимании пятый элемент – это способность к командной работе. Поскольку один в поле не трактор. Однозначно. Ландшафтный дизайнер – одиночка. Чаще всего он не может выйти за прибыль за сезон, там, один миллион-полтора. Ему нужно подключать. В свое время мне на заре еще изучение ландшафтного дизайна, лет 20 назад, мне понравилась одна книжка, издательство «Ростов-на-Дону», «Феникс» была. Там на одной странице пишет архитектор ландшафтный. Вот, я хочу такие-то формы здесь увидеть. На другой странице дендролог-ботаник пишет. Вот для вот этих форм подходят вот такие-таки это растения. И вот я к тому, что дизайнер не может работать один. Вот есть архитектор в команде, есть дендролог, есть специалист по строительным работам, специалист по освещению, специалист по автополиву. Где-то это аутсорсеры, где-то это члены команды. И вот это постоянное умение работать в команде, оно позволяет бизнес развить, расширить, диверсифицировать. В этом большая перспектива. Пятый элемент – командная работа. Дим, вот к вопросу о командной работе. Как я вижу со стороны очень много действительно ландшафтников-одиночек, по каким-то причинам не готовых объединяться в какие-то коллективы, набирать команду. То есть достаточно все еще закрытое. Но ты общаешься с огромным количеством ландшафтников. На конференции, сейчас семинары. То есть ты видишь всех. Каким ты видишь сейчас ландшафтное сообщество? И какие бы пожелания сообществу в целом ты бы дал? Вопрос, конечно, очень простой. Надо просто учиться культуре общения. Надо вместе, опять же, собираться, обсуждать наболевшие вопросы. Не бояться коллег, потому что рынок большой, работы всем хватит. Мне кажется, это какая-то такая пугливость того, что… С чем она связана? Что-то… Я думаю, это скорее связано с какими-то, может, даже прямо вообще детскими страхами непроработанными. Что вот как меня оценят, как на меня посмотрят. Во-первых, многие ландшафтные дизайнеры стесняются. Стесняются, что вот по сравнению с другими, они, может, выглядят как-то хуже, бледнее. И поэтому они стесняются и боятся. Боятся себя показывать, боятся идти туда, где, может, скажут, а что ты тут делаешь? Ты такой вот какой-то маленький, мы такие большие, крутые. Среди больших компаний присутствует снобизм часто. Это тоже бывает. Я это тоже очень заметила, не очень это приятно. Делаем уже третий выпуск журнала «Лэндскейп Лайфстайл». И вот именно снобизм, он яркий очень чувствуется от определенных компаний. Это такая, какая-то странная такая элитарность, которая не характерна для, на самом деле, для настоящих мастеров, которых вот я встречал в своей жизни. Ну, истинные мастера, они очень скромные. И часто они незаметные. Только по их плодам мы видим, что они мастера. А у нас почему-то мы еще не переросли вот это вот, что нужно вокруг себя взбить много-много пены. И вот я вот в этой пене такой весь красивый. Мы, например, никогда себя не прославляем. Я вообще очень долго не использовал социальные сети, не любил куда-то в кадр соваться. Потому что я всегда говорил так, вот вы на меня не смотрите, вот Екатерина Шульца, вот Джон Брукс, вот Розмаре Александр, вот Наталья Борисова. Моя задача, как вот конферансье, показывать людей и соединять вот тех, кто ищет знания с теми, кто ими обладает. Возможность дать поделиться. Мастеру нужно делиться своей информацией с людьми, иначе он, как переполненная чаша, он не может дальше развиваться. Все занятое. Да, ему нужно отдавать. А люди, которые приходят, они должны получать. Да, поэтому по поводу объединения ландшафтных дизайнеров. Вот в Петербурге, например, у нас ландшафтный клуб, мы собираем с 2015 года. Инициативы, я скажу так, немного, немного, то есть вот мы когда объявляем встречу, собираемся, ребята, все приходят. Вот, чтобы какие-то были инициативы от коллег, что давайте собираться, давайте что-то, у меня вот есть такое-то предложение, я хочу поделиться итогами сезона. Этого, к сожалению, нет. У нас, может быть, в силу климата этого, да, такой народ более такой спокойный, неактивный. Вот, но мы собираем, вот на форуме я считаю, что такое сообщество собирается и между собой постоянно общается. Надо встречаться. И хорошо, что есть разные предложения, разные клубы, они часто сказаны... Мало, их должно быть так много, они должны быть разные, узконаправленные, тематические, большие, маленькие, рынок огромный. Да, мы вот заявили еще в Ялте на конференции в 2021 году о создании Международной ассоциации развития ландшафтной индустрии. Потом, значит, пришли эти вот новые все события, и мы стали думать, как это вот мы международное сможем реализовать. И вот только сейчас мы нащупали пути развития этой ассоциации, и вот как раз вот эта конференция в Стамбуле международная, она уже будет в каком-то смысле работой именно этой Морли. Мы хотим создать при ассоциации этой такую базу знаний. Мы накопили уже много интересных и полезных видеоматериалов, много имеем. У нас, наверное, порядка 200 спикеров перебывало за все эти годы. Ну и хотим, соответственно, людям давать доступ к этим знаниям, чтобы они могли набираться своего профессионализма. Но вот чтение книг – это прекрасно, просмотры видео полезных – это прекрасно, обсуждение в соцсетях, которые я не сильно там приветствую. Ну, соцсети, знаешь, уходят сейчас на второй план, не все устанавливают VPN, не всем это удобно. Ну да, да, но это, я считаю, во многом это все-таки потеря времени, вот, именно живое общение. Почему важно живое общение? Это один из принципов «зеленой стрелы» еще вот с 2009 года, на чем мы стоим. Что есть передача знаний, которая происходит не через информацию, а через соприсутствие рядом с человеком. Вот, просто даже постоять рядом с мастером, и ты уже проникаешься вот его энергетикой, зажигаешься. Поэтому я хочу обратиться к коллегам, начинающим ландшафтным дизайнерам. Не стесняйтесь, подходите к тем, кого вы знаете, кого вы любите, общайтесь. Все к вам будут открыты. И вот, Екатерина, вот, я, мы всегда открыты к людям, которые приходят со своими запросами. И именно искренне говорят, вот, я хочу это. Когда ко мне приходят и спрашивают, вот, куда пойти учиться. Я всегда легко и с радостью отвечаю, то, что я знаю, я всегда готов поделиться. Поэтому приходите, мы всегда рады вам. Спасибо, Дим, большое за то, что поговорил, за то, что встретился. Я тебе желаю удачи, удачи в этом году с поездками, удачи с «Зеленой стрелой». Я обязательно буду на «Зеленой стреле» в Сочи. Ну, во-первых, это мой родной город. Во-вторых, мне твой формат нравится, потому что, ну, я считаю его самым крупным и самым объединяющим. Спасибо. Спасибо, Дим. У-ху! 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 У-ху!